Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Многие огородники, находящиеся в северо-западных, западных регионах, в центральном регионе, уже высадили рассаду томатов на постоянное место. Несмотря на то, что впереди ожидаются и холодные ветра, и дожди, и пасмурная погода, которая в недостаточной степени прогревает теплицы, и даже мокрый снег, вот по крайней мере в Беларуси ожидается в ближайшее время, все равно огородники стараются в какие-то ранние сроки высадить эту рассаду, ну потому что она уже немножко мучается дома, уже хочется скорее ей дать какую-то волю. При этом, попадая в достаточно холодную землю и в недостаточно хорошо прогретые теплицы, рассада начинает болеть, то, что называется болеть. Конечно, у нее происходит адаптация к новым условиям. Резкая смена, особенно в отношении рассады, которая не подвергалась должным образом закаливанию, вот такая резкая смена условий приводит к тому, что корни перестают всасывать нормально питательные вещества. Листья не могут нормально усваивать солнечный свет для того, чтобы обеспечивать в целом растение ростом. В успехе приживления, вот этого прирастания рассады и начала активного роста, большое значение имеет состояние самой рассады. Ну, конечно, вот сравните вот такое вот растение рассаду, да, вот такую толстенькую, красивую, и вот такую вот худенькую, которая уже давным-давно просится быть посаженной, да, вот вам сравню их. Мы, конечно, на протяжении всего периода выращивания рассады неоднократно говорили о важности буквально закармливания, закармливания рассады, потому что рассада должна приходить в теплицу такой буквально жирной, толстой, мощной, с толстым стеблем. Почему? Потому что она накопила большое количество запаса питательных веществ, который именно в период, когда рассаду высаживают на постоянное место, является тем главным источником, обеспечивающим нормальное состояние растений, вот это приживление, нормальный старт роста после посадки на постоянное место. Но даже при том, что рассада может быть очень хорошо выкормлена и даже закалена, она иногда очень страдает вот от этого перепада условий. Что же делать? Как поступить в этом случае? Существуют различные способы адаптации рассады к новым условиям, и, пожалуй, самым худшим из них является начало подкормки томата. Огородники видят, что томат находится в хилом, слабом состоянии, буквально там каждый день листья желтеют все сильнее и сильнее, и начинают усиленно кормить, будь то органическими удобрениями, будь то минеральными удобрениями, зеленые удобрения применяют, и настои там навоза, и что только не делают, ничего особо не помогает. И правильно, и не поможет, и не поможет по той причине, что рассада сейчас не нуждается в дополнительном питании. Если первая подкормка после посадки рассады, вот если вы вспомните прошлый год, мы говорили о подкормке с орбитолом, потому что он как раз помогает защитить растения, вот эти поврежденные корни от атак, в первую очередь фузуреза, ну и других болезней, которые атакуют, безусловно, в это время растения. Все кидаются на вторую подкормку минеральную. Все это неверно. Растению, когда оно плохо себя чувствует в теплице, нужно не питание, ему нужны адаптогены, ему нужны вещества, которые очень хорошо помогут ему адаптироваться в новом месте. Я вам расскажу о способе настолько же простом, насколько и доступном для того, чтобы обработать вашу рассаду после посадки, через неделю, через две после посадки, если она не трогается в рост как следует, если холода, холодные ночи мешают ей начать стартовать и развиваться как следует. Наверняка, ну не многие, но кто-то из вас сталкивался с тем, что семена томата способны прорастать непосредственно в плодах. Вот прямо в плодах могут они прорастать. И это означает, что само содержимое плодов томата является весьма и весьма благоприятным для растений томата, даже в таком юном и уязвимом возрасте. В принципе, это нормальное явление, потому что сам плод томата содержит весь объем питательных, стимулирующих, адаптационных и прочих веществ, которые необходимы для старта и хорошего роста растений. И так устроена природа. Именно поэтому, скажем, томатные продукты, томатная паста, экстракты томата очень часто используются в различной, ну в том числе микробиологической практике. Если мы хотим подстегнуть развитие каких-то трудновыращиваемых микроорганизмов, мы всегда добавляем небольшое количество томатной пасты. Многие из вас наверняка замечали, что стоит лишь открыть банку с томатной пастой, и даже в холодильнике, если она не содержит бензатов и не слишком засолена, уже через какое-то время она очень быстро плесневеет. Это все говорит о том, что томатная паста, томатные продукты содержат в своем составе целый комплекс важных стимулирующих веществ, в том числе для растений томата, в том числе для других растений. Поэтому этот способ вполне применим для любых растений, которые вы высаживаете в грунт и хотите, чтобы они прижились как можно скорее. Вторым поддерживающим таким продуктом, который тоже очень хорошо влияет на приживаемость растений и на их адаптацию, являются дрожжи, обыкновенные хлебопекарные дрожжи. Мы о дрожжах говорили много, не в единственной передаче, и о свойствах дрожжей, поэтому не буду на этом останавливаться. Лишь поделюсь с вами одним замечательным рецептом. Для него нам понадобится обыкновенная томатная паста, но желательно без бензоатов и без соли, чтобы в составе была томатная паста, вода. И все, вода, томатная паста, чтобы больше ничего там не было. Такой томатной пасты нам понадобится 3 полные столовые ложки. Вот я беру одну столовую ложку, я беру вторую столовую ложку, уже не такая здоровенная эта ложка, воды много отолью, и я беру третью столовую ложку и вымешиваю как следует. Сюда же я добавляю 100 грамм дрожжей. Просто пачку дрожжей сюда бросаю. Дрожжи на томатной пасте растут, ну, понимаете, как на дрожжах, такая тавтология, но однако же это еще также свидетельствует о том, что томатная паста содержит значительное количество полезных для различных микроорганизмов, в том числе для дрожжей, различных питательных веществ. Надо сказать, что томатная паста, кроме того, что она содержит такие биоактивные вещества, она также содержит органические кислоты, которые точно так же, как и уксусная кислота, как фосфорная кислота, как лимонная кислота, способствуют хорошей мобилизации фосфата в почве и способствуют тому, что питательные вещества почвы становятся весьма и весьма доступными. Вот в небольшом количестве воды я разбавляю, делаю такую вот болтушку, оставляю ее для полного такого растворения, соединения с водой буквально на минут 15, не даю дрожжам бродить там слишком сильно, поверьте, если у вас теплая вода, то они начнут бродить здесь, эти дрожжи, в каком бы состоянии они ни были, в сухом или в таком вот прессованном, начнут бродить здесь со страшной силой, с очень-очень активностью такой, потому что, как я еще раз повторюсь, томатная паста уникальный источник, томаты уникальный источник полезных веществ и для нашего организма, и для растений, и для грибов, и для бактерий, и для всех остальных организмов. Если у вас сухие дрожжи, то возьмите их 2 трети. Вот я брал 100 грамм дрожжей, а вы возьмите 70 грамм сухих дрожжей. Потом, когда все это как следует раствориться и соединиться, вы попросту разбавляете все это в ведре воды, 10-12 литров воды, бухаете туда, и затем проводите обильный-обильный полив. Почему полив? Потому что нам нужно, в первую очередь, простимулировать рост корней. Если мы простимулируем рост корней, то у нас питательные вещества, все те подкормки, все, что мы клали в лунку, все-все-все, что есть в почве, компосты, все это начнет идти, хлынет в растение, и растение начнет свой активный рост. Если этот раствор попадает на листья, тоже очень хорошо. Для небольших растений можно проводить даже дождевание, то есть на лейку с ситом таким, ну с дырочками. Заливаете этот раствор и сверху просто вот поливаете, как дождиком, эти растения. На каждое высаженное растение рассады вам понадобится примерно 1,5-2 литра такого раствора. Ну почему достаточно много? Это же не подкормочный минеральный раствор 1,5-2 литра. Ну для того, чтобы как следует пропитало почву, для того, чтобы как можно лучше попало к корням. Можно даже, если вы уже высадили томаты, отгрести немножко грунт от корневой системы, и прямо вот в эту луночку полить, для того, чтобы к корням все это как следует пришло. И это будет замечательным способом восстановить и стимулировать ваши растения вот в ходе такой тяжелой адаптации, особенно в этих самых условиях. Надеюсь, вам понравится этот простой, очень доступный рецепт, который вы будете использовать не только в процессе посадки и адаптации рассады, но также и в процессе выращивания растений. В том случае, если они были повреждены слишком сильно болезнями, возможно, какими-то вредителями, возможно, еще какие-то стрессы к ним пришли, может быть, засуха, может быть, переливы какие-то. В любом случае, это очень хороший стимулирующий состав, который прекрасно действует как на томаты, так и на другие растения. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok